В прямом эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 7187, который говорит относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор. В тексте этого законопроекта говорится о том, что президент Украины, главы администрации, президенты его заместителей, члены Кадмина, первые заместители министров, председатели, члены других государственных коллегиальных органов, да и кроме того депутаты местных советов, должностные лица местного самоуправления, им будет запрещен въезд в Российскую Федерацию. Сегодня у нас в гостях депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов, адвокат Игорь Федоранчук, а также заместитель главы областной организации «Свобода» Константин Василец. Доброго вечера. Доброго. Кроме того, сегодня в нашем эфире можно дозвониться по телефону 048-234-9258 и в интерактиве вопрос запрещать ли госслужащим въезд в Россию. Если вы считаете, что да, то звоните по номеру 048-784-8081, если вы противоположного мнения, звоните по номеру 048-784-8082. Игорь, вам первый вопрос, как адвокату, вот с юридической точки зрения, как вы можете оценить зарегистрированный законопроект, что можно отметить? Ну, знаете, так как текста еще нет закона, да, есть слухи, есть предварительные какие-то оценки, какие-то разговоры, я бы сказал так, у нас по состоянию на сегодняшний день существует закон, да, о порядке выезда и въезда граждан Украины с территории и на территорию Украины. Есть, в принципе, вот определенный перечень оснований для запрета выезда с территории Украины лиц, это там около 5-6 пунктов. Например, если избраны меры пересечения в рамках уголовного преследования, если по неисполнению решения суда исполнительная служба обращается в суд и суд запрещает выезд с территории Украины, если имеется привлечение к уголовной ответственности, то есть приговор суда не исполненный, не отбыто наказание, либо если лицо владеет гостайной и, собственно, им должно браться разрешение у соответствующих органов для выезда за пределы территории Украины. У нас также статья 33 Конституции Украины, она прямо устанавливает, что каждому гражданину Украины, который на законных основаниях находится на территории Украины, каждый имеет право на вольное перемещение территории Украины, на выезд и, собственно, на въезд в территорию Украины. Я думаю, что на законодательном уровне, если мы уже придерживаемся законности и презумпции верховенства права, в данном случае это будет обязательная норма для исполнения госслужащими, я надеюсь, только госслужащими, если уже примется этот закон. В данном случае его неисполнение, но опять же, какие санкции будут вводиться этим законом? Я даже себе представить не могу. За нарушение положения предлагают действительно штрафы от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов, кроме того, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год. Вы понимаете, опять же, у нас каждый закон имеет пробелы, имеет недоработки. И вот так же, как у нас запрет полетов самолетов в Россию напрямую через Белоруссию, кто проконтролирует выезд гражданина Украины, например, через Белоруссию, через Германию? Вот выезжает себе чиновник в Германию, а потом с Германией въезжает в Россию. Я думаю, что Россия вряд ли будет стоять на границе, таможенники скажут, вот вам запрещен въезд, то есть это определенный реестр должен быть. Реестр должен, наверное, как-то работать совместно с... То есть наши таможенные службы, покроничники должны работать совместно с российскими. Будут ли российские таможенники выполнять нашу просьбу, либо иметь доступ к реестру, либо давать доступ к своему реестру? То есть тут воплощение этого закона в реальность, вот на данной стадии, в данных реалиях, это, я бы сказал, невозможно. Спасибо большое. Богдан, как вы считаете, учитывая, что еще в начале сентября постановил Кабинет министров, поручил Министерству иностранных дел и СБУ внести Россию в перечень стран миграционного риска, и соответствующий законопроект, ну как следствие одно из, можно рассматривать. Будет ли он принят, как вы считаете? Для начала я считаю, что мы должны быть последовательны в своих решениях, и если мы хотим внести Россию в страну, где посещение будет считаться как группа риска, или зона риска, мы должны исключить эту страну из своих партнеров, дружественных партнеров. У нас есть соглашение, которое, я так понимаю, не помню, действует уже несколько десятков лет, которое до сих пор еще признано нашим государством. Мы не можем своего друга юридически назвать врагом. Давайте сначала мы перестанем считать его другом, потом назовем врагом. Это раз. Хотелось бы, чтобы все-таки об этом наши законодатели помнили, потому что это высшие законодательные органы, об этом они должны сами, в первую очередь, знать. Но на данный момент меня интересует больше другое. То, что мы в который раз выглядим, знаете, как посмешищем, мало для того, что мы уже привыкли к тому, что внутри Украины, мы уже, знаете, как варимся, как привыкли, и ждем просто, пока этот Верховный Совет перестанет существовать, или кто-то его распустит, и просто переизберем. Так мы еще позоримся на внешней арене. И буквально недавно, да, сегодня нас опять опозорили в Европарламенте, когда мы не смогли переизбрать нужного или лояльного нам кандидата. И об этом уже все знают, об этом уже откровенно говорит Борислав, кажется, Береза, я не помню, как зовут этого депутата Верховной Рады, где была, цитата, кажется, его звучала приблизительно так, нам помнят, что мы помогали свергнуть предыдущего председателя Европарламента. И поэтому Угорчина нас, или там, я не помню, какая-то страна, кажется, президент Чехии, Чехии, да, предложил нам де-факто, или де-юр уже признать Крым как оккупированную территорию. И вот там, то есть, по сути, сами уже никто не считается. На сегодняшний день, получается, вместо того, чтобы принимать какие-то качественные законопроекты, которые бы помогали, помогали украинцам жить, помогали бы восстанавливать доверие внешних партнеров, мы начинаем дальше просто продуктировать какой-то непонятный бред-сюрреализм, который дальше нас вгоняет в информационном пространстве, как и в экономическом уже вогнал, просто в глубокую-глубокую яму. И данный законопроект, он не исключение. Вспомните законопроект об образовании, вспомните законопроект, сейчас вот сегодня, я так понимаю, вступила в силу пенсионная реформа. То есть, этот парламент, он себя изжил, и пока мы его не переизберем, ничего нормального в ближайшее время нам не светит. Почему мы должны молиться, чтобы внешне, скажем так, партнеры или люди, которые являются сегодня участниками переговорного процесса, обратили внимание на то, что происходит в Украине, и все-таки переизбрали этот парламент? Потому что мы, на самом деле, не влияем на ситуацию. Люди, к сожалению, являются заложниками процесса. И что сегодня там напринимает Турчинов, или кто там сейчас двигает этот законопроект, мне кажется, что... Депутаты от БПП... Это очень страшно, на самом деле. Спасибо большое. Костянтин, это такая питание. Как вы вважаете, чи была сейчас самая необходимость у этого законопроекта, и чи будет он принят, как будет развиваться ситуация? Знаете, актуальность подобного законопроекта, хотя подобного регулирования ситуации, была еще на весне 2014-го. Питание подходит в том, что, действительно, пока нет конкретного текста законопроекта, в принципе, я не могу конкретно коментовать его положение. Но, в принципе, я вважаю, что было правильно подняти питание и пояснить, принаймні, мою точку зрения, чи правильно, концептуально это все. Почему? Потому что, в принципе, как правильно было сказано, законотворчий процесс, речь, яка должна быть последована и гармонийна, так, происходить. У нас, когда такие законопроекты хотят ухвалить, это абсурдно, зоглядно на то, что, если мы заброняем выезд нашим державным службовцем на территорию Росії, то нужно начать немного с других вещей. А они должны были начать в 2014-м с таких моментов. Так, как Росія – это государство-агресора, которая окупировала частину нашей территории, инексировала Крым. Абсолютно очевидно, что держава, яка сама себя поважает и смотрит на все через призму своих национальных интересов, она должна была сделать наступные кроки. Первое – это разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией, вести визовый режим. И потом уже запровадживаются все эти моменты, что государственные службы, военнослужбовцем, пресс-педслужб и тому подобное, забронный выезд и так далее. Сейчас то, что происходит, это просто речь, которая реально не будет работать, как сказал адвокат. Потому что никакого реестра державного службы нет. Не будет такого, что державного службы, проходячи за кордонным паспортом через кордон, будет сразу свидетельствовать, что он державный службовец. Нет, это только если кто-то там дизнается, что он переходит в кордон, только потом будет на него накладен административный штраф. Не больше, не меньше. То есть, реально, это уже борьба с насыдками, по великому рахунку. Мы не врегулируем ситуацию в комплексе, мы не врегулируем ее, не намагаемся выправить в корень. Вот, что действительно есть сюрреализм, и что есть неправильным, и с точки зрения функционирования законотворческого процесса в нашей стране. Я хочу добавить, я вот сейчас установил носу. Я прошу прощения, сейчас у нас один звонок, сразу после звонка продолжим. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь. Я бы не хотела опишировать. Я одесситка, это я скажу. Да, пожалуйста. Я хочу сказать, что власти мучшие с ума сходят, а народы мучаются. Как это что? Во-первых, этими законами об образовании. 30% русскоязычного населения, я не говорю русских, русскоязычного, и это закон образования, и это все, сами развязали войну, а народы теперь мучаются, и отдаляются друг от друга. Сестры, братья в России, тети, дяди. Спасибо за ваше мнение. У вас будет вопрос кому-нибудь из гостей студии? Спасибо за мнение, без вопроса. Продолжим тему. Что можно сформулировать, учитывая и законопроект, и, скажем, происходящее с тем, что председатель СБУ также инициировал еще до регистрации этого законопроекта? Решите, пожалуйста, я отвечу. Председатель СБУ, если бы действительно хотел каким-то образом усилить механизм влияния на процессы, которые повлекли бы за собой, возможно, улучшение ситуации с безопасностью в стране, он бы просто мог инициировать или внести правки уже существующие нормативные документы, нормативные акты, подзаконные акты и т.д. и т.п. Что на данный момент происходит? Я думаю, что происходит нечто следующее. То, что сегодня сгенерировало за столь короткий или длинный уже период пребывания или действия каденции вот этого Верховного Совета, эти люди не могут потом, после переизбрания этого Верховного Совета, остаться безнаказанными. Они понимают, что ситуация будет прямо порционально развернута против них. Поэтому на данный момент они делают все то, что создаст в будущем преграды для оппозиционных политиков и позволит их в какой-то степени контролировать. Я думаю, что речь идет о чем? Первое. Есть некий депутат, есть некие группы, я так понимаю, влияние, которые часто, например, могут ездить, иметь бизнес в России или еще там что-то. В какой-то степени, если внедрить данную норму, то это позволит, опять-таки, их держать за узду и управлять этими группами. Я думаю, что есть доля логики в этом и правда тоже. Другой момент в том, что государство действительно, я здесь соглашусь с коллегой, тут ситуация выглядит в чем печально. Если вы действительно хотите контролировать этот процесс, давайте сначала разорвем сами дипломатические отношения. Если вы готовы потерпеть какие-то ущерба или убытки от этого, тогда давайте будем последовательным. Дальше. Я не понимаю, для чего вписывать в это все депутатов местных советов. Депутат местного совета не получает никакой выгоды от того, что он является участником этого процесса. Это общественная нагрузка. Скажите, пожалуйста, почему я должен себя ограничивать, я, будучи депутатом местного совета, должен себя ограничивать, не выезжать, например, в Россию? В конце концов, если мы хотим запретить госслужащим, которые являются носителем определенного рода тайны или, я не знаю, как там оно в законе, то вносить, эта норма уже действует, и можно вносить или усиливать ее в действующих положениях. Это определенный абсурд, который сейчас обсуждает вся страна. Я думаю, что будут обсуждать его еще неделю. Это информационный вброс, который сегодня сделали для того, чтобы отвлечь. А, сегодня у нас пенсионная реформа вступила в силу. Давайте поговорим о том, что каждый житель страны в принципе стал беднее. Давайте поговорим о том, что у молодого поколения не будет пенсий. Вот о чем нужно говорить. Реформа образования, она ныне действует. Давайте отключемся еще на несколько абсурдных законопроектов подобные этому. Закончим обсуждать этот законопроект, придумают законопроект о каком-то еще там бредовом положении. И мы опять его будем обсуждать. И мы дальше, дальше, дальше скатываемся просто вниз по ситуации, по лестнице. Я, например, сегодня, когда узнал, что мы в очередной раз опозорили себя на внешней арене в Европарламенте, мне стало стыдно. Мне стало стыдно от того, что эти люди, эти политики представляют нас на международной арене. Кто страдает от этого? От этого старают люди, от этого страдаю я, от этого старают мои родственники, вы, коллеги, да, там, соседи. И мы каждый день с этим высталкиваемся. Вот о чем нужно говорить сейчас, а не о том, что там какую-то турчину что-то захотел себе... Спасибо большое за ваше мнение. Также, Костян Тенеевич, что стосуется думкой про то, что, возможно, это информационный вопрос, что это действительно мета как-то достигнуть того, чтобы государственные службы не выезжали из-за кордона. Ну, смотрите, я вважаю, что действительно, как я уже сказал, концептуально я это поддерживаю. Я не поддерживаю методологию, последовательность действий, такой, как она сейчас, как ее втилю в життя, точнее, что не втилю в эту последовательность, нынешняя влада в Украине. Я абсолютно закономерен, что будь-якому украинцу, реально будь-якому, тим больше державному службовцу, тем больше какому-то політичному діючу, реально небезпечно выезжать на территорию Российской Федерации. Потому что это вороженая держава, служба которой будет все делать заради того, чтобы... Вот как это у нас регулярно происходит. Украинцы, будь-то из украинцев может поддаваться на шантаж, на тиск, на спробу вербования зі сторони спецслужб Російської Федерації на территории Росії. Тобто кожен украинець не может себе відчувати безпец на территории держави-агресора, на территории держави-ворога. И это незалежно от того, что людина является каким-то яскравым политичным громадским діючем, чи вона просто, ну, я так би мовити, простой громадян, набиватель и так далее. Потому что у этой люди не могут быть родичи, которые работают там, не знаю, с військовыми чи в каких-то других державных органах и так далее. Тобто есть реальная небезпека. И держава мает про это чётко говорить. И мает быть последовательность дей. И разрыв абсолютно всех соцсунков, и денонсация угоди про дружбу с Российской Федерацией, как было сказано, реально тоже должна быть. Потому что это абсолютно абсурдно, как она может действовать до этого времени. В итоге я уверен в том, что это просто недолуги с пробой влади показать, что они нібито пикливаются про державные интересы, про державную безопасность. Потому что все это делается непосредственно, непрофессионно, негармонично, некомплексно. И в педсумку, до речи, саме через то, что этот закон вирует из контекста и пытается его обособленно, так бы мовити, подать, зарееструвать и ухвалить, оно может вызвать певные колизии и певные моменты, проблемы, непоразумения в реальном его засосовании. Спасибо. Вот, например, ограничения не касаются работников дипломатических дипслужб, если госслужащие выезжают с целью безотлагательного медицинского лечения или участия в захоронении близкого родственника. Игорь, как... А до этого родственника, значит, посетить просто запрещено, получается? Нет, получается, если безотлагательного медицинского лечения, как определить на самом деле состояние родственника и к какому родственнику действительно необходимо приехать и безотлагательно оказать помощь, а к кому нет? Как вот эти моменты можно... Мы, наверное, обречимся, опять же, к международной практике лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза, в том числе, кажется, Кобзон, который въехал на лечение, я не помню, в какую страну он там недавно объезжал, то есть лечение, да, много способов обойти закон или нарушить закон всего не смогут запретить полностью, да, выезжать либо объезжать. И опять же, да, к чему мы идем, к чему мы ведем? Въезд на территорию Украины, на территорию России или выезд на территорию России, потому что въезд мы запретить не можем. Въезд может запретить территория Российской Федерации, да, то есть службы Российской Федерации. Выезд на территорию у нас уже есть, действительно, я соглашусь с коллегами, мы можем дополнить перечень пунктов, которые запрещают выезд, например, пунктам, якшот и державный службовый, та, категории, вот, кстати, напомню, что в Госдуме ранее уже грозились зеркально ужесточить въезд украинцев в Россию. Как вы считаете, Богдан, смотрите, я сейчас обсуждаю самую ситуацию, обсуждаем, тем больше мы, тем больше этот идиотизм поглощает мой разум, я вот откровенно вам говорю, смотрите, мы не должны его вообще обсуждать, и я вас уверяю, что если захочет наша Верховная Рада, или будет на то воля, я так понимаю, политическая, запретить въезд на территорию России, то мы это сделаем, и никто на это не обратит внимания, я уже привык к этому бреду. Другое дело, что мы должны понимать, что нас кормят, нас кормят вот эту вот пищу, которую мы съедаем просто каждый день. Почему мы постоянно только ограничиваем себя в чем-то, почему мы постоянно себе что-то запрещаем, но почему запрещают вот это вот все запрещают только людям. Скажите, пожалуйста, на протяжении трех с половиной лет, я уверен, что из вот этих вот политиков, которые сегодня инициировали подачу этого законопроекта, из них 100% хотя бы по разу каждый, наверное, был в России. Я не был в России, я не знаю, ну не помню, с 10-м, с 9-го года, да, ни разу. Но я возмущен этим законопроектом, при том, что у меня нет острой необходимости посещать эту Россию. Я хочу, чтобы в моей стране законопроекты принимали качество, и они не вызывали такого бурного обсуждения, потому что качество никто не обсуждает. Это вот то, что не должно быть просто по сути, по своей форме сейчас вообще иметь место оттуда же. законопроект, как и юридически не сможем это развить, потому что юридически, я уверен, что будет противоречить как минимум Конституции Украины, потому что это нарушает свободу перемещения граждан. Во-вторых, оно просто неконтролируемо, мы тоже недавно обсуждали какую-то ситуацию, где у нас, опять-таки, мы запретили летать в Россию, но поезд у нас, пожалуйста, единожды вокзал, сходи. Вот каждый вечер у нас есть московский поезд, который скоро, наверное, будет уже в обход Украины. Потому что там уже продолжение. Пожалуйста, 8 часов вечера пробивает московский поезд, никто об этом не говорит. То есть ситуация, она такая, понимаете, мы с одной рукой, мы одной рукой вроде бы держим меч, другую рукой просто руку для денег. И вот есть определенная доля выгоды во всех процессах. Я думаю, что здесь нужно читать между строк. Чего хотят добиться? Первое, мне кажется, контролировать тех политиков, у которых явные интересы есть с Российской Федерации. Чего скрывать? Да, вот если человек, например, в каком-то 2000 году начинал бизнес с Российской Федерации, сегодня это, например, делать немножко неудобно, но, знаете, отказываться от коммерческой прибыли мало кто хочет. Эта ситуация, конечно, обязывает зарабатывать деньги. Возможно, есть у кого-то есть там перспективная позиция данной интересы и таким образом пытаются удержать саму ситуацию, самих политиков. Может быть, в какой-то степени я соглашусь, что государственный деятель, который занимает стратегические, ведет какие-то стратегические направления, он и не не только в Россию должен ехать. У нас есть, например, как считать сегодня Чехию, которая предложила нам фактически за деньги продать наш Крым. Вот как считать теперь это государство? Ну, это прецедент. Сегодня в Европарламенте президент Чехии предложил Украине получить компенсацию и отказаться фактически от Крыма и тем самым нормализовать собственно саму, я так понимаю, ситуацию. Как относиться к этому теперь государству? Давайте посмотрим, сколько государства сегодня в парламенте, в Европарламенте его поддержало. Ведь мы же понимаем, что любой представитель страны, поддерживая данную инициативу, он в принципе выполняет волю государства. А если это большинство, а я вас уверяю, это большинство, я разбирался в ситуации, так как теперь? Давайте тогда всех объявим агрессорами и запретим въезд в эти страны. Ведь так получается у нас или что? Давайте начнем наконец-то проецировать нормальные законопроекты и улучшать качество жизни. А это все просто велет к определенным облучениям. Как бы то ни было, даже то, что зарегистрировали этот законопроект, это один из шагов для того, чтобы постараться ограничить перемещение. Потому что ранее предлагали запретить полностью украинцам, но не знаю, как это сказать. А вспомните, сколько сейчас украинцев, в том числе и воинов АТО, и недавно об этом говорили, и был брифинг, зарабатывают свои деньги в стране агрессоры, там в кавычках, я сейчас-то назову. Ведь Украина не дает возможность трудоустраиваться. И люди туда, как ездили до 2010 года, так ездили до 2014 года, так же ездят туда и сейчас. Что делать с этими людьми? Я единственное, что возьму слово, потому что действительно было зачеплено важливый аспект, что международный, наша репутация международная в Европе и свете. И реально, действительно, внешняя политика Украины является абсолютно безглуздой, низкосортной и вообще бездарной. То, что мы видели, в частности, на президентских выборах США, когда абсолютно вся правильная элита Украины поставила на кандидатов и демократов Клентон, на том, что даже дипломаты украинские в США выступали только за Клентон. Даже с штабом Трампа вообще никто не спілкувался. Теперь мы имеем такую ситуацию, когда наших представителей США в Вашингтоне вообще не воспринимают серьезно. Даже президенты Украины и эти древние встречи, они вообще ничего не варяты, и они абсолютно формальными и не несут за собою никаких реальных наследов. То, что мы бачим с Краинами Европейского Союза, их ставление до нас, они, в принципе, ведут так само и ставлюсь у нас так само, как Украина ставится до себя. С самого начала, когда мы подписывали эти гневные-минские угоди, которые не визначают Россию державой агрессором, которые, в принципе, не несут за собою никакого конкретного, практичного характера в контексте наследов для нашей страны, для восстановления нашего суверенитета и так далее. Само тому до нас так и ставлюся. Само тому ризни представители ризных краин дозволяются себе такие выступы. Потому что, ну а что говорите, мы что, якийсь реальный комплекс дей, мы какие-то кроки робим до звольнения Криму, до того, чтобы реально происходят окупироваться в окружении окружающих районах Донецкой и Луганской области, этого всего нет. И Европейский Союз, тем более, что приведенные страны Европейского Союза, такие как Франция и Немечина, мают давно очень тесные взаимосвязки, даже бизнес-звязки с Российской Федерацией. Как колишний президент Шрёдер зараз є членом Наглядової Ради Газпрому. Тому реально зараз Україна в своїй міжнародній перспективе має реальну можливість стати союзниками таких країн США, Великобритания і Польша. Але це тоді буде, коли Україна реально буде будувати свою зовнішнюю політику, національну, економічну політику через призму своїх національних інтересів. Як все робить США, як все робить президент Трамп, як все робить Велика Британія, яка, розуміючи для себе негативні наслідки від свого перебування в Європейському Союзі, взяла і виша з цього Європейського Союзу, чим викликала шквал критиків і тої ж Франції і Німеччини. Так само і Польша, яскраво-консервативна країна, яка, не дивлячись на своє членство в Європейському Союзі, вона не дозволяє, наприклад, допускати мігрантів з Близького Сходу на свою територію, кажучи, що це суперечить нашим нормам і ми цього не будемо робити, не дивлячись на те, що Польша прямо залежна від економіки Європейського Союзу і без них їм реально буде важко. А ми чомусь на догоду в Європейському Союзу у нас президент обіцяє зняти мораторій на вивіз з лісу Кругляка. Ми чомусь обіцяємо на догоду міжнародному валютному фонду, фонду Сороса, Європейському банку реконструкцію і розвитку, віддати нашу землю під продаж, зняти мораторій, віддати під приватизацію наші стратегічні об'єкти Одеський портовий завод, Одеський порти і так далі. Ось що реально є показником і лакнув себе Пеперсаном, що представляє себе наша влада і як вона бездарно веде зовнішню міжнародну політику. І нам диктують, нам розказують, що ми повинні робити, а не ми диктуємо. Хоча ми найбільша країна в Європі, яка в принципі, зокрема і зараз прямо захищає ту саму Європу від Російської Федерації, яка має свої неймовірні амбіції на європейський континент. І ми саме стоїмо на межі, ми стоїмо на кордоні Європи перед Росією і її захищаємо. Натомість нас вчать, а не ми встановлюємо правила. Дякуємо за думку. К результатам сьогоднішнього інтерактива запрещать ли госслужащим в'їзд в Росію? Мнення розділились? 58% дозвонившихся считають, що потрібно запретити в'їзд госслужащим, а 42% противоположного придерживаються мнения. Позвонила? Затрудняюсь щас відвітить. Більше спасибо, що прийшли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях депутат Одеского городського совета Богдан Гиганов, адвокат Ігорь Федоранчук, а також заміститель глави областной организации ВО «Свобода» Константин Василец. Дякую. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами.